А сейчас тоже о спорте, велоспорте. Только поговорим не про тренировки или прошедший чемпионат. Просто я решил вспомнить, каково это крутить педали, но только не в свое удовольствие, а на скорость. Скажу так, делать это не то, что непросто, а в общем это не по телевизору смотреть, когда кажется все так легко и просто. Пятница, раннее утро. Пока город просыпается и собирается на работу, они... Сегодня, как вы уже обещали, вступил на себе велоспорт, и вот я в своем окружении целой группы замечательных спортсменов. Они представители самых разных направлений, здесь и кросс-кантри, и команда вот на ломан, мы видим. И есть представители экстремальных видов спорта. Ребята, с вас начнем. Вы чем занимаетесь вообще? Мы занимаемся дисциплиной Ride on Hill. Это немножко две направленности различающиеся. Одно это катание по каким-то... Трамплинам. Трамплином, каким-то трассам. Прошло так. Да. И они различаются тем, что это одно делается по времени, засекается. Прохождение трассы, а второе просто для удовольствия. Дим, ты преимущественно со своей командой. Ну, ты вообще зимой на лыжах любитель побегать, летом у тебя велосипед. Вообще, велоспорт это твоя как бы основная, так сказать, стезя, или все-таки ты не делишь? Ну, велоспорт, точнее, маунтинбайк довольно новый. Все-таки направление на скалуги вообще это мало развито. Конечно, все... На основной это лыжи. Сейчас это хобби, которое поглощается, его захватывает. Это гораздо интереснее, вроде, по крайней мере, когда тепло. Больше возможностей. Ну, сегодня с чего начнем? Я катался, скажем так, на любительском уровне только для удовольствия, опять же-таки, по пересеченной местности. Сегодня мы, наверное, покажем правильную настройку байка, как вообще настроить, как на него сесть, как ехать для начала. Потому что, например, освоить трюки экстремальные, я думаю, за один день не удастся никому. Ну, тогда попробуем, наверное, пару горок сегодня просто... Да, пару горок преодолеть, подъем и спуск, как правильно ехать, чтобы было это хотя бы безопасно. Окей, поехали. Перед поездкой обязательный инструктаж и настройка байка под себя. Становится на раму, да, и чтобы ничего не мешало. Ага в вытянутом положении должна быть чуть-чуть согнута. Чуть согнута. Чуть-чуть согнута, да. При переключении желательно избегать перекоса цепи. Асфальт вас не привлекает, да? Ну, асфальт может быть только в очень плохую погоду, станет опять неровно. Ну, в общем, это неромантично. Да, больше пересеченки, скажем так, лесные тропинки, небольшие подъемы, спускы. Ну, естественно, конечно, интересно, это любительские даже, пусть и соревнования какие-то. Кросскантри дарит какие-то особые чувства. Впервые почувствовал, что велосипед и я одно целое. И если мы разменемся, в этом виде придется собирать по частям обоих. И если к своему железному коню при спуске я привык, то на подъеме страдала техника. А-а-а! Не, вообще непривычно. Вперед поднимается. Перевешивает. Плохому танцору, подумал я, и подъемы постепенно начали покоряться. Но даже не это главное. Преодолевая вираж за виражом, получаешь удовольствие от общения с природой и просто от езды. Это что касается кросс-кантри. А для этих гонщиков, в общем, смотрите сами и внимание, не пытайтесь это повторить без специальных тренировок. Тем более дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что я хочу сказать. Велоспорт – это полезно, это природа, это здоровье, это такое чувство свободы. Ну, в общем, все, кто катается на велосипедах, я думаю, меня поймут. А все, кто не катается, начинайте кататься. Это здорово. Ну что, это была рубрика «Испытай на себе». Любите спорт, занимайте спорт. А я поехал дальше штурмовать новые вершины.